Ли Чайлд, Джек Ричард, Кровавое эхо. Читает актер Егор Партин. Глава первая. Наблюдателей было трое. Двое мужчин и мальчик. Из-за расстояния они пользовались не биноклями, а подзорными трубами. Они находились почти в миле от своей цели, поскольку ближе укрытия найти не удалось. Со всех сторон их окружала ровная местность с невысокими холмами, выжженная солнцем до цвета хаки, трава, камни и песок. Самым безопасным местом, где они смогли спрятаться, было довольно широкое ущелье, появившееся миллионы лет назад, когда здесь царствовал другой климат, шли дожди, росли папоротники и несли свои воды реки. Мужчины лежали, прижавшись к пыльной земле, и неотрывно смотрели в подзорные трубы, а утреннее солнце проливало свой жар на их спины. Мальчик ползал вокруг них на коленях, носил воду из маленького холодильника, следил за просыпающимися гремучими змеями и делал записи в блокноте. Они приехали еще затемно, в пыльном пикапе издалека, с запада по пустынной местности. Накинув кусок брезента на грузовик, прижали его камнями, а сами осторожно подобрались к краю ущелья, где поставили подзорные трубы как раз в тот момент, когда утреннее солнце появилось на востоке за Красным домом примерно в миле от них. — Была пятница. Пятое утро, которое они здесь проводили, и разговаривать им не особенно хотелось. — Время? — спросил один из мужчин. Голос его звучал гнусаво, из-за того, что один глаз у него был открыт, а другой зажмурен. Мальчик посмотрел на часы и ответил. — Шесть пятьдесят. — Внимание! — сказал мужчина с подзорной трубой. Мальчик открыл блокнот и приготовился сделать те же записи, какие делал вот уже четыре раза. — В кухне зажегся свет! — сообщил мужчина. Мальчик записал. — Шесть пятьдесят. — В кухне зажегся свет. Кухня выходила окнами прямо на них и на запад. В нее не проникали лучи утреннего солнца, и потому в ней было темно даже после восхода. — Одна? — спросил юноша. — Как всегда, — прищурившись, проговорил второй мужчина. — Кухарка готовит завтрак, — записал мальчик. — Объект еще в постели. Солнце медленно поднималось, описывая дугу на небе, и тени начали укорачиваться. На крыше красного дома прямо над кухней торчала высокая труба, похожая на стрелку солнечных часов. Тень от нее сдвинулась и стала короче, а солнце принялось сильнее припекать спины наблюдателей. Семь часов утра, и уже так жарко. К восьми его лучи будут обжигающими, к девяти станет невыносимо. И им придется просидеть здесь целый день, пока не стемнеет, и они не смогут незаметно покинуть свой пост. — Открываются шторы в спальне, — сообщил второй мужчина. — Она встала. Мальчик записал. — Семь ноль четыре. — Открылись шторы в спальне. — А теперь слушайте, — сказал первый мужчина. Они услышали, как включилась колодезная помпа, едва различимый с расстояния в милю щелчок, затем ровное тихое гудение. — Она принимает душ, — сказал мужчина. Мальчик записал. — Объект принимает душ. Мужчины дали отдых своим глазам. Пока она находилась в душе, ничего не могло произойти. Естественно, не могло. Они опустили подзорные трубы и заморгали, когда слепительное солнце ударило им в глаза. Помпа выключилась через шесть минут, и тишина, наступившая после прекращения едва различимого гудения механизма, показалась им оглушительной. Мальчик написал. — Семь двенадцать. Объект вышел из душа. Мужчины снова поднесли подзорные трубы к глазам. — Думаю, она одевается, — сказал первый мужчина. Мальчик захихикал. — Ты видишь ее голую? Второй мужчина, устроившийся в двадцати футах к югу, видел заднюю часть дома, где располагалась ее спальня. — Тебе кто-нибудь говорил, что ты мерзкий тип? — спросил он. Мальчик написал. — Семь пятнадцать. Возможно, одевается. Затем семь двадцать. Возможно, находится внизу и завтракает. — Она снова поднимется наверх, чтобы почистить зубы, — сказал он. Мужчина слева сдвинулся, опираясь на локти. — Ясное дело, — проговорил он. — Правильная малышка. — Снова закрывает шторы, — сообщил мужчина справа. — Так всегда делают на западе Техаса, в особенности, когда окна спальни выходят на юг, как это окно. Если только вы не хотите провести следующую ночь в комнате, где воздух горячее, чем в печи для приготовления пиццы. — Внимание, — сказал мужчина, — ставлю один бакс против десяти на то, что она сейчас отправится в конюшню. Никто не принял его вызов, потому что до сих пор четыре раза из четырех она так и поступала. А наблюдателям платят именно за то, чтобы они обращали внимание на схему поведения. Дверь кухни открывается. Мальчик записал. Семь двадцать семь. Открылась дверь кухни. — Она выходит. Она появилась в голубом льняном платье до колен, с голыми плечами. Влажные после душа волосы были завязаны в хвост. — Как называется такое платье? — спросил мальчик. — Сарафан! — ответил мужчина слева. — Семь двадцать восемь. Выходит в голубом сарафане, идет к конюшне, — записал мальчик. Она прошла по двору короткими неуверенными шажками, спотыкаясь о неровности пропеченной на солнце земли примерно семь ярдов. Открыла дверь и скрылась в полумраке внутри. Мальчик записал. — Семь двадцать девять. Объект в конюшне. — Сколько сейчас градусов? — спросил мужчина слева. — Тридцать семь, наверное, — ответил мальчик. — Скоро начнется буря. При такой жаре иначе и быть не может. — За ней уже едут, — проговорил мужчина справа. На расстоянии нескольких миль к югу дорогу окутали тучи пыли. Медленно и упрямо на север катила машина. — Она возвращается, — доложил мужчина справа. — Семь тридцать два. Объект выходит из конюшни, — зафиксировал мальчик. — Кухарка подошла к двери. Та, за кем они следили, остановилась у двери на кухню и взяла из рук кухарки коробку для завтрака из ярко-голубой пластмассы с картинкой из мультфильма на боку. Она на мгновение задержалась. Ее кожа была розовой и влажной от жары. Она наклонилась, поправив носки, затем быстрым шагом направилась к воротам, вышла и зашагала к повороту дороги. Школьный автобус затормозил и остановился. Дверь открылась с шипением, которое четко слышали наблюдатели, несмотря на урчание мотора. Хромированные поручни блеснули в лучах солнца, в горячем неподвижном воздухе повисли облака выхлопа. Она поставила коробку с завтраком на верхнюю ступеньку, ухватилась за поручни и забралась внутрь. Дверь снова закрылась, и наблюдатели увидели на уровне окна ее светлые волосы. Затем рокот мотора стал громче, и автобус, подняв клубы пыли, сорвался с места. 7.36. Объект едет на автобусе в школу, записал мальчик. Дорога на север была совершенно прямой, и он наблюдал за автобусом, пока висящая на горизонте Марева не превратила его в мерцающий желтый мираж. Тогда он закрыл свой блокнот и закрепил его резинкой. Кухарка вернулась в красный дом и закрыла за собой дверь кухни. Примерно в миле от него наблюдатели опустили подзорные трубы и подняли воротники, чтобы хоть как-то защититься от обжигающего солнца. 7.37. Утро пятницы. 7.38. В 7.39, больше чем в трехстах милях к северо-востоку, Джек Ричард вылез в окно своего номера в мотеле. Минуты раньше он находился в ванной комнате и чистил зубы. А еще за минуту до этого он открыл дверь своего номера, чтобы посмотреть, какая погода, и оставил ее открытой. В шкафу, стоящем у входа, была зеркальная дверца, а в ванной имелось зеркало для бритья. И по чистой случайности он увидел, как четверо мужчин вышли из машины и направились к стойке портье. Ему просто повезло, но поскольку Джек Ричард отличался наблюдательностью и всегда был на страже, ему везло чаще, чем другим. Это была полицейская патрульная машина со значком на двери, и благодаря яркому солнцу и двойному отражению Ричару удалось прочитать надписи на дверце. Наверху было написано Продолжение следует... Продолжение следует...